Привет всем! Сегодня у нас насыщенный день. Утром я ездила регистрировать машину, которую мы приобрели. Поддержанную машину купили, ездили в пункт регистрации. Туда ехали минут 45, потому что выехали в 9 утра и движение было напряженное. А там бы сделали все достаточно быстро за 15 минут, потому что человек, у которого мы покупали машину, заранее договорился с сотрудником, который хоть как-то понимает по-английски, потому что в госорганах и в разных государственных инстанциях здесь не очень, не говорят по-английски. Только некоторые сотрудники могут говорить по-английски, поэтому как нас научили, договариваются с человеком, который говорит по-английски, который все знает, и он тебя встречает, все делает, и ты ему плачешь денежку. Вот так у нас сегодня и получилось. Мы приехали, нас уже ждала сотрудница, с которой заранее договорился продавец машины. Быстро нам все сделали, минут за 15, и он ей заплатил 20 рентгит. Все, теперь мы можем ездить на машине, потому что здесь, конечно, удобнее на машине с пешеходов. Здесь не очень понимают, судя по всему. И мало пешеходных переходов, зебр. Люди ходят просто так, переходят дорогу. Ну, мы тоже научились. Сейчас я приехала в Straight Square. Это такое место, где и торговые ряды, и кафе, и рестораны, и живые дома. Все здесь, все вместе. Записалась на стрижку. Рискну сходить на стрижку. Честно говоря, слышала уже, что с этими услугами стрижка, маникюр, педикюр здесь не очень здорово. Ну, в общем-то, это не удивительно. Мы знаем, что они в Европе не очень умеют все это делать хорошо. Какой-то у них свой взгляд на маникюр, педикюр. Азия не исключение. И Малайзия, в частности. Но, тем не менее, хочу немножко покороче сделать волосы. И записалась, честно говоря, я первый раз выбрала такое недешевое место. Здесь, наверное, ценник выше среднего. Не, наверное, точно. Ну, посмотрим, что они за это сделают. Честно говоря, немножко волнительно. Но надо попробовать. Я думаю, что для сравнения в следующий раз это будет какое-то место попроще. Я уже посмотрела, да, что с салонами стрижки здесь нормально. Вот, с маникюрами, педикюрами похуже. Но есть салоны. Честно говоря, пока побаиваюсь идти на маникюр. Решила, что климат способствует ногтям. И они достаточно хорошо выглядят. И без салонного ухода на самом деле. Поэтому маникюр, педикюр пока подождут. А вот волосы подстригу. И еще через какое-то время схожу в другое место подешевле. Сравню, расскажу. Потом, после того, как меня подстригут, мы поедем с детьми на рождественскую ярмарку в начальную школу, не в нашу, в соседнем районе. Пригласили туда из русскоязычной группы. Мама одна пригласила всех участников группы. Ну, поскольку мы новички, нам пока все интересно. Сходим, посмотрим, что это. Ну, заодно и попрактикуюсь вождению в первый день. Здесь же у нас правостороннее движение, поэтому надо привыкать. Ну что, идем в салон. Субтитры подогнал «Симон» Закончился мой сеанс. Итак, рассказываю. Значит, сначала 20 минут мне мыли голову с элементами массажа. Делала это мастер из Индии. Молодой человек. 20 минут разными средствами. Очень приятно. Все ароматно, все вкусно, хорошо. Потом меня усадили в кресло. Подошел к нему, присоединился еще один китайского происхождения мужчина. Он же меня встречал при входе. И они в четыре руки, двумя дайсонами просушили мне голову слегка. А потом подошел третий мастер уже тоже китайского происхождения. И это уже был мой мастер. Такой стильный мужчина, парень с стрижкой, с крашенными волосами. В общем, все неплохо. Он меня стриг. Периодически посушивал голову. В этот момент он подзывал этого индийского парня. И они в четыре руки мне сушили голову. Ну и в конце укладка феном. Так же происходило в четыре руки. Непосредственно мастер, который стриг. И вот этот вот индийский помощник. Таким образом, вот три мастера помыли, просушили и подстригли меня. Ну, заплатила я за это 78 рингит. Это ценник выше среднего. Но в целом, конечно, приятно. Теперь даже есть сомнения, точно ли мне нужно будет попробовать еще сходить в более бюджетный салон. Наверное, там не будет такого ухода и внимания со стороны мужчин. Но для сравнения все-таки рискно. Потом расскажу. Сейчас едем с детьми на Рождественскую ярмарку в школу. Частная школа младшая. Санкт-Вейлз, что-то такое. Приеду, расскажу.